Он был инициатором, по крайней мере, формальным инициатором этой сделки. Но это же бомба реально, это же создает конфликт прямой. Ну, это в большей степени легенда на самом деле. А потом вдруг оказалось, что генеральная прокуратура подала иск-то ведь об обращении не в региональную собственность, а в федеральную. Минуточку, что за рекфонд такой? Получается, Хабиров сам не понимал, что происходит. Его проблемы, да. Он мог быть и с теорией заговора, и конспирологически, но тем не менее, учитывая логику событий и последовательность, он напрашивается. Президент по бумажке зачитал проблему Куштау. Вопрос, кто мог положить ему на стол эту бумажку? Процесс объединения длился три года. Взорвалась бомба. Оба предприятия полноценно работали и существовали. Курочка по зернышку клевала, 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 и вот, собственно говоря, я стал миллиардером. Это просто не укладывается ни в какую логику. Скажите подробнее о взаимоотношениях с Хамитовым. Я вот как понял в ваших выступлениях, именно Рустам Хамитов был таким основным лоббистом объединения, каустика и соды. Но при этом, когда встал вопрос о выделении в качестве сырьевой базы Таратау, потом Куштау, он был таким же не менее ярым противником. Как так? Да, ну вот это такой совершенно суровый парадокс поведения Хамитова. Ну, Хамитов вообще был очень противоречивой такой личностью, это во-первых. Но тут я соглашусь, во-первых, с тем, что да, он был инициатором, по крайней мере, формальным инициатором этой сделки. Он был действительно ее яростным лоббистом и не допускал, ну, по крайней мере, в своем окружении даже малейшего сомнения в ее целесообразности. Он и публично, в информационном поле всех убеждал, что это чрезвычайно выгодная сделка для республики, для собственности республики. И в личных каких-то беседах, и я тогда как раз еще все еще работал там, значит, у него, и я помню, и личные разговоры, и разговоры там в каких-то компаниях об этом. Не остается никакого сомнения, по крайней мере, у меня в том, что он был интересантом этих событий в той или иной мере, при той или иной мотивации, так скажем. То есть, будь то государственная мотивация, будь то личная, мы, наверное, об этом сейчас не можем говорить открыто и однозначно. Ну, как говорится, либо следствие покажет, либо время покажет. Но сейчас мы можем однозначно говорить о том, что Хамитов, да, был чрезвычайно заинтересован в этом объединении, и тем страннее выглядит потом ситуация, которая поменялась. Чем это объяснить? На 180 градусов. Я объясняю только тем, что Хамитов глубоко проанализировал обстановку вокруг этого вопроса и принял решение его не реализовывать. Вот мало кому известно, что существовало серьезное социологическое исследование, значит, вот того периода. Исследование-то было, значит, направлено на то, чтобы дать оценку представлению местного населения и населения вот этого региона, Ишимбай, Салават, Стерль-Тамак, о вот этом, значит, перспективе передачи Таратау. Исследование было качественное, оно до сих пор доступно, скажем, нашему чиновничеству, и очень странно, почему им не воспользовались вот Хабиров и компания перед тем, как затеять весь этот скандал с Куштау. Но я полагаю, что Хамитов, получив вот это исследование, получив эту информацию, принял решение не делать этого, то есть не отдавать Таратау. То есть причина именно понимания настроения общества, или все-таки интересы, предположим, других предпринимателей. Поясню, ведь Хамитов выступал сторонником создания альтернативного предприятия и под него хотел даже выделить гумеровское месторождение. Ну, это в большей степени легенда, на самом деле. Нет, нет, у него есть выступление на это собрание. Я имею в виду, насколько искренне и насколько деятельно Хамитов действительно поддерживал эту идею, а не лавировал между интересами в попытке где-то немножко поднадавить на БСК и как-то чуть-чуть нивелировать их воздействие, мы не можем судить. Он все-таки такой был достаточно талантливый манипулятор, соответственно, мог вот эти вещи выстраивать. То, что вот эта перспектива создания альтернативного содового предприятия, она существовала, это факт. И до сих пор, собственно, эти планы еще не обнулены, по крайней мере. Но у людей есть участки, есть лицензия, то есть это все законно, даже на данный момент. Но, правда, нет предприятия. Да, у тех же людей. Но там есть нюансы с составом интересантов, кто-то в розыске, кто-то и так далее. Но, тем не менее, предприятие все еще существует и оно есть. Насколько это было на самом деле реальным, я вот до сих пор ответить себе не могу. Потому что я знаю, что люди истратили там порядка где-то, наверное, 70-80 миллионов на подготовительные этапы, документы, аренда земли и прочее-прочее. Ну, деньги, собственно, немалые. Может быть, и не астрономические, но приличные. И просто так их выбросить на ветер, наверное, там никому не хочется. Но при этом динамики развития особой там не было. При том, что заявлено была возможность создания абсолютно альтернативного предприятия. Ну, казалось бы, бери и строй. Ну, в общем, вот. Это вызывает, конечно, вопросы. Насколько на самом деле это было не... Вы понимаете, вот есть предприятие, есть ПСК, у которого якобы истощается сырьевая база. И тут глава субъекта говорит, что сырьевую базу расширять он этому предприятию не будет. А вместо этого позволит совершенно другим предпринимателям построить конкурирующий завод. Ну, это же бомба, реально. Это же создает конфликт прямой. Да, так это и было в тот момент. И причем возникали вопросы к самому Хамитову. Но, позвольте, республика является совладельцем БСК. Да, выстрел в ногу и прочее, прочее. То есть, это действительно было очень странное заявление. Но я напомню, что дальше заявление не пошло. Но Хамитова сняли, потому что... Нет, прошло достаточное количество времени после этого заявления, во-первых. Во-вторых, решение о том, что Таратау не будет отдаваться СОДе, БСК в разработку, устояло даже со сменой Хамитова. Ну, то есть, тут нельзя говорить о том, что приходом Хабирова ситуацию отыграли назад. Другое дело, что пошла иная игра, и вот в тот момент появляется Куштау. Но Таратау Хамитов отстоял, а Хабиров подтвердил. Да, но об этом Хабиров также уверенно говорил, что Куштау будет разрабатываться, и никто его в обратном не убедит. Да, и более того, он там грозил... Убилищно не схоро заявлял. Да, он грозил, значит, из-за моря шведу о том, что не дай бог вы будете на меня давить там какими-нибудь журналистами или еще кем-то. Меня не сломать, не сдвинуть, и решение принято. Ну, это было поспешное заявление, за которое, видимо, потом ему пришлось отдуваться и краснеть. Ну, как мы теперь знаем, и Куштау никто никому не отдаст. Так вот самое интересное, Андрей Сергеевич, то есть, есть, честно говоря, сугубо оригинальная повестка. Разрабатывать или не разрабатывать тот или иной памятник природы и культурного наследия, не имеющий никакой федеральной повестки. Кто-нибудь разомог подумать, даже еще в мае-июне этого года, что неожиданно этой проблематикой заинтересуются Максим Галкин, Шнур и прочие лица федерального масштаба. Ксения Собчак приедет освещать. Максим, я приехала к твоим лучшим друзьям, мне кажется, теперь, потому что вот они хотят тебе сказать что? Мы хотим сказать огромное спасибо! Максим, вы нас спасли! Ребят, спасибо большое, я очень рад, что оказался полезным в этой истории, потому что, к сожалению, ну, по своему опыту тоже сталкиваюсь именно с такого рода произволом в отношении к экологии, истории и культуре. Нет ощущения, что в этом скандале внутри противобоствующих региональных группировок всегда была третья сторона, но объективно, которое над ними стояло. Ощущения однозначно есть, особенно вот с появлением вот этих вот персонажей, которых вы перечислили. Действительно, ну, я как человек взрослый и уже повидавший вот эти процессы, я знаю, что действительно, ну, вот Галкина там точно не должно было быть. Ну, я имею в виду с точки зрения естественности процессов. Да, ощущение того, что существует третья сила, оно есть, я не очень могу утверждать, как она выглядит. Вполне возможно, это вообще какая-то федеральная сила, которая, ну, вот, собственно, кто теперь стал владельцем БСК? Росимущество. Вот, например, да, нет, я ни в коей мере не пытаюсь, значит, заподозрить росимущество в рейдерстве, но все-таки, наверное, логично предположить, что росимущество со временем, может быть, не быстро, а может быть и быстро, в стиле нынешних времен, кому-то, да, кому-то вдруг это все передаст, значит, либо в управление, либо даже, там, ну, произойдет некий очередной виток приватизации, да? Можем это предполагать. Как и Башню в БСК дважды продадут. Да, можем предположить. Если мы это можем предположить, значит, мы можем предполагать и то, что существует некий такой дальновидный потенциальный собственник, который мог, в общем-то, всю эту игру затеять. Пока реально мы не знаем, кто это мог быть. Ну да, то есть, кто из крупных игроков в состоянии приобрести подобный актив в той или иной форме, в управлении или в собственном сиене? Хорошо, скажем так, все ведь началось с того момента, с того дня, когда личный президент по бумажке зачитал проблему Куштау. Вопрос, кто мог положить ему на стол эту бумажку? Обратил внимание на ситуацию, связанную с конфликтом в республике Башкортостан, вокруг башкетской сходовой кампании. Об этом тоже много говорили. Да, действительно, у нас президент страны иной раз, ну и зачастую, не владеет какими-то частными вопросами частных территорий. Ну и это, наверное, объяснимо. То есть, я могу даже предположить, что до этого момента Путин, в общем-то, и в деталях, и не знал вообще о существовании БСК какого-то, частных акционеров, еще вот этих всех нюансов. И да, действительно, кто-то забежал и занес в зеленые или в красные папки вот этот вот короткий тезис, прямо скажем, он был исключительно поляризованным, то есть, по тому содержанию, которое... Против частных акционеров. Прочитал Путин, да, это было... Мы сейчас не с чем не оправдываем, но текст носил явно... То есть, Путин прочитал текст, в котором было однозначно понятно, были все сигналы правоохранительным органам, они были очень читаемы, понятны. Прокуратура... Такое ощущение, что уже к вечеру составила их. На следующий день. Да, то есть... На следующий день буквально. И все это было исполнено. Кто занес? Ну, мы можем опять только фантазировать и предполагать. То есть, многие тут горячие головы, там, винят во всем Игоря Ивановича, как обычно у нас здесь вот на территории. Да, но я, например, не до конца склонен полагать, что это он, хотя он там заметная фигура, но не его актив. Давайте мы и сечем Чубайса, второго Чубайса мы будем лепить. Да, не его актив, вот прямо скажем, да. Да, это может быть какой-нибудь абсолютно неожиданный персонаж, о котором мы там даже не предполагаем. Ну, очень влиятельный. Да, естественно, да. То есть, это может быть там, ну, кто угодно, по сути. Это раз. А второе, то, что, как бы, вот команда ФАС, которую дал Путин, она вот, ну, повлекла за собой ровно вот эту вот мгновенную реакцию, которую мы получили вот последние месяцы. По поводу реакции. На самом деле, после выступления президента Хабиров вышел на сцену, гордо выпятил грудь и сказал, спасибо большое Владимиру Владимировичу, что он думает об интересах Башкортостана. И вот мы тоже давно хотели забрать это в республиканскую собственность, сейчас мы это сделаем. И он это несколько раз повторял. А потом вдруг оказалось, что генеральная прокуратура подала иск-то ведь об обращении не в региональную собственность, а в федеральную. И о споренной не крайне сомнительной сделке 11-13-го годов, а приватизация 90-х. Получается, Хабиров сам не понимал, что происходит? Ну, вот это его заявление, где он сказал, он даже более концептуально выразился. Он не то, что сказал, что мы хотели, а он сказал, что БСК должно принадлежать Башкирии. Это такой очень концептуальный момент. Здесь два есть аспекта, физиологический и смысловой. То, что Хабиров не понял того, что сказал Путин, но это, как говорится, его проблемы. Хотя мы, собственно, с ним были на равных в этой ситуации. Мы все слышали одно и то же выступление Путина, Хабиров его расшифровал иначе. А второй аспект, очень более важный на самом деле, это то, что Хабиров в этот момент, и, видимо, до сих пор, возможно, навсегда, утратил контакт с этими структурами, с которыми у него, вообще-то, должен был бы быть контакт. То есть, условно говоря, наверное, должен был состояться некий разговор с той же самой Генеральной прокуратурой, либо ее представителями здесь, например, которые бы разъяснили позицию и перспективу. Хотя бы для того, чтобы не случилось вот этого выступления Хабирова. То есть, оно действительно выглядело, на следующий день оно выглядело глупо. Ну, там, или по прошествии двух-трех дней, когда он снова вышел и заявил, что, оказывается, он теперь думает, что все должно принадлежать Российской Федерации. То есть, это было, по меньшей мере, так сказать, нелепо. И вот, чтобы избежать подобных нелепостей, существует телефонная связь, либо личные разговоры на тему плана. Как раз вот эта ситуация, она и позволяет говорить, что помимо частных акционеров БСК, помимо республиканского правительства, помимо лиц, которые пытались разрабатывать гумнировское месторождение, есть еще какая-то иная сила, которая явно носит такой федеральный уровень. — Вопрос в том, кто, скажем так, принял решение не обсуждать это с Хабировым. То есть, кто дал такое указание? То есть, ну, казалось бы, губернатор, предприятие находится на территории, ну, в конце концов, на тот момент еще Башкортостан был собственником. Вот на момент всех этих разговоров и заявлений, ну, как-то вот было бы нелепо не обсуждать, наверное, с губернатором вот этот вопрос. Конечно, это совершенно естественная история. И то, что с ним не стали это обсуждать, говорит, ну, о многом. В первую очередь, видимо, о той оценке, которую дал Владимир Путин всей этой ситуации в августе. Это вот самое логическое предположение о том, почему дальше вот эта вся история выставилась именно так, а не иначе. — То есть, явно она не понравилась? — Нет, она очевидно не понравилась, потому что здесь не понравились все федеральные власти, не понравились все, кто был на горе, включая региональные власти. Поведение, результаты, манера и то, как были выстроены, вернее, попытка выстроить какие-то взаимоотношения или конфликт, очевидно, вызвало абсолютно негативную оценку федералов. — У меня есть еще вопрос касательно руля такой вот, казалось бы, совершенно не политической стороне, а именно австрийской компании «Лас Асбергер», которая в 2009 году построила возле Уфы завод по изготовлению плиток, потом расширила производство, и вдруг неожиданно в августе 2020 года, уже в разгар конфликта вокруг Куштау, покупает худолазское месторождение, покупает УОГМК, и все знают, что именно худолазское месторождение рассматривалось как альтернатива разработке Куштау. Это что, это совпадение? Это какой-то симбиоз, частное государственное партнерство? Это сделаем назло, потому что нам не нравится БСК? Вот как это понимать? Это точно не совпадение, потому что, ну, начнем с того, что месторождение находилось в собственности УГМК достаточно долгий период времени, тяжким грузом висело, никак не использовалось, не разрабатывалось, и перспектива была абсолютно неясна, ну, проще говоря, никому не нужный актив. БСК категорически отвергала пригодность известняка худолазовского месторождения, ровно как и всех остальных. Мы помним ситуацию, когда любое предложение альтернативного источника отвергалось БСК, они говорили, ну, якобы проведены анализы, вот смотрите, ничего не годится. Грязный известняк, да. Кстати говоря, и Куштау тоже не годилось. До определенного момента, да, потом стало годиться. Так вот, то же самое с худолазовским месторождением. Зачем оно понадобилось Лассбергеру, это, конечно, загадка. То, что это не случайность, это 100%, ну, можно предположить, что они собираются делать там новое цементное производство или еще что-то. Но, наверное, значительно интереснее предполагать, что бы они могли сделать вместе там с БСК на эту тему, как там в качестве альтернативного источника или в качестве, значит, там как будто совместной разработки, еще что-то, да. Однозначного ответа пока на этот вопрос нет. Но на данный момент мы видим ситуацию о том, что БСК пока не ищет себе, ну, деятельно не ищет себе альтернативного источника. Ну, рано или поздно они будут вынуждены это делать. Но я так понимаю, что сейчас БСК укореняется в представлении о том, что то, что можно получать на Шахтау, вернее, на том, что осталось от Шахтау, все еще пригодны много лет, потому что, ну, уже прозвучала цифра, что до 26-го года мы обеспечены сырьем. Уже звучит. Просто раньше, как говорили, до 2022 года. Да. Ну, вот, 22-й, 26-й, 24-й, разные разговоры, разные цифры. Но речь о том, что они достаточно длинную перспективу для себя видят в разработке существующего источника. Как они будут теперь отыгрывать назад свои заявления о том, что там нам ничего не годится, кроме, значит, Таратау изначально и так звучало. То есть, потом уже согласились на Куштау, но ни разу не соглашались на худолазовское месторождение. То есть, я общался много с специалистами, геологами и технологами вот в процессе вообще вот этого многолетнего обсуждения вопроса. И, в общем-то, достаточно понятной ситуацией складывалось о том, что не может такого быть, что сырье для вот этого достаточно примитивного технологического процесса находится в одном уникальном месте. Более того, Башкирия вся на известняках, и тут вопрос только стоимости, себестоимости, рентабельности. Видимо, доставки. И прочих вещей. Да, плечо доставки и так далее. Но однажды прозвучала, вот в одном из аналитических обзоров, прозвучала такая фраза, что ни одно содовое предприятие в мире не возит сырье на расстоянии 20-30 километров. БСКА об этом говорила. Все возят на значительно большее расстояние. Больше расстояние. Крымский завод возит там чуть ли не на 300-400 километров. А даже еще больше, да? Ну, то есть, это всегда трехзначная цифра. То есть, есть и большие дистанции. А БСКА, наоборот, говорила, что... А БСКА говорила, что нам вот три шага от горы, и все. Рентабельность нулевая. При том, что вот эти колоссальные дивиденды и на самом деле рентабельность производства так велика, что у них всегда не сходились показания. Что они теперь будут делать, если у них в планах там разрабатывать худолазовское месторождение? Я не знаю, если честно. Ну, вот, кстати, давайте вспомним, что пока еще Хабиров до конца не понимал смысла слов президента, и он полагал, что президент выступил в защиту именно его интересов. Он заявлял на совещаниях в республиканском правительстве перед чиновниками, что частные акционеры, они вот не знали, что делать с сырьевой проблемой, а мы-то знаем. Мы-то знаем. Но он ни разу не сказал, что он знает. Есть понимание, что имел в виду Хабиров, когда говорит о том, что мы решим сырьевую проблему? За два года присутствия Хабирова здесь, в республике, мы привыкли к тому, что он все знает, но еще пока ничего не сделал. Ну, я вот отклонюсь от темы. В декабре 2018 года он твердо утверждал, что он знает, как решить проблему обманутых дольщиков. Прошло два года. Это больная проблема. Это очень больная проблема. Мы лидеры, башкирии лидеры в стране по этому объему обманутых дольщиков. Прошло два года, секрет не раскрыт. Звучало это точно ровно так же. А мы-то знаем. То же самое про сырье. Ну, простите, если вы знаете, если вы собственники предприятия, ну, раскройте секрет. То есть это просто такой политический маркетинг? Это, скорее всего, да. Либо очередное скоропалительное заявление, чтобы только подкрепить позицию и так далее. То есть вы думаете, на самом деле он не знал и не знает. Но сейчас, видимо, это уже и не важно, потому что эту проблему будет решать кто-то назначенный из федерального центра. Дело в том, что решение сырьевой проблемы, оно обострилось же не потому, что у соды стало кончаться сырье. Вот прямо вот известняк кончался и прочее. Не потому, что, скажем там, стоимость извлечения с глубины 5-7 метров, 8 метров, 10 метров стала возрастать. Кастософически. И как-то влиять на себестоимость. Напомню, что в структуре себестоимости конечного продукта сырье это 2%. Вот в их технологической цепочке. Известна как 2% всего, да? Да. То есть, насколько бы он не удорожился, его доставка, это не так уж сильно влияет на стоимость конечного продукта. Проблема здесь была в кредитных продуктах. То есть, при оценке выдачи, ну, таких вот серьезных кредитных линий, а компания пользовалась такими масштабными кредитными линиями, естественно, идет учитывание фактора обеспеченности сырьем. На тот момент, вот к моменту, когда уровень горы Шахтау сравнялся с нулевой отметкой, этот параметр стал ухудшаться, ну, с точки зрения оценки банков. И вот тогда СОДА начала бить колокола, что нам нужно хотя бы иметь на бумаге источник. То есть, облазка активно кредитуется? В том-то и штука. Там структура работы предприятия очень интересная. Ежегодно выводились огромные суммы в качестве дивидендов и постоянно закредитованное предприятие. Ну, в смысле, постоянная кредитная линия. То есть, речь не идет о том, что она находилась там на грани какого-то банкротства или еще чего-то, но это такая финансовая манера. Возможно, она как бы и здравая схема, но... То есть, БСК всегда получала кредиты. То есть, это не было таким средневековым предприятием, которое там живет на накопленные капиталы. То есть, ну, там ведь и расходы огромные, то есть, и реконструкции, и всевозможные вложения и прочее. То есть, ежегодно большие суммы тратились на поддержание предприятия. Так что, вполне объяснимо. Но к кредитам привязан вот этот параметр обеспеченности сырьем. То есть, у банков строго. То есть, предприятие, оно имеет перспективу там жизни, например. А эта перспектива, она напрямую всегда связана с сырьем. То есть, логично было предположить, что они захотели обеспечиться там, как бы, вперед немножко. Андрей Сергеевич, вот такой вопрос, он может быть и с теорией заговора, и конспирологически. Но, тем не менее, учитывая логику событий и последовательность, он напрашивается. За последние годы в России произошло два крупных деприватизационных процесса. Это Башнефть и это Башкирская содовая компания. Оба произошли на благодатной земле Башкир. Это такая закономерность Башкирия родина деприватизации. С чем это связано? Нет, ну я бы еще упомянул, конечно, из глобальных процессов деприватизации историю ЮКОСа. Но это совсем уж ловно. Есть важное отличие. ЮКОС банкротили в рамках налоговой недоимки. Там формально не было деприватизации. А здесь именно деприватизация. Ну, по сути, да, соглашусь с вами, действительно. Во-первых, очень сходные процессы с Башнефтью. Очень сходные причины отмены вот этих глобальных решений. Ну, собственно, до степени неразличимости. То есть, причина одна формально объявлена. Случилось ли это только потому, что это возможно в Башкирии, я бы не стал утверждать. Мне даже как-то не хотелось бы об этом думать. Что мы здесь благодатная почва для подобных процессов. Почему-то благодатная почва для эксперимента, который потом будет масштабирован на всю страну. С другой стороны, Башкирия всегда была экспериментальной площадкой для федеральной власти. Мы первые испытали на себе ННН, мы первые испытали на себе вот эти новые избирательные технологии и прочее, прочее. Ну, я вынужден согласиться, что такое возможно, что мы вот регион экспериментов и прочее. А потом мы еще очень, видимо, слабы с точки зрения вот этой резистивности к федеральной власти. Скажем, в Татарстане подобная вещь могла не пройти так гладко. Власть местная слишком сильна, наверное, да? Там очень много факторов, это отдельный длинный разговор. В том смысле, что там и сильна власть, и сильное взаимодействие власти и населения. А у нас все эти факторы в существенной степени ослаблены. Ну, как тоже вот интересно, мы перед нашей беседой проехались по УФЕ, спрашивали у обычных ухимцев, что они знают о деле БСК. Как они относятся к передаче акций в федеральную собственность. И мы с удивлением выяснили, что, во-первых, мало что знают. А во-вторых, те, кто знают, говорят, что у нас это никак не повлияет. И были ли акции в региональной собственности или в федеральной, скорее всего, для нас ничего не поменяется. Это правда, наверное, да? Безусловно, да. Потому что, во-первых, обыватель не разделяет региональную и федеральную собственность для себя внутри. Для него это все абстрактное государство. Ну, то есть, для него Хабиров это такой же чиновник государства, как там и какой-нибудь там федеральный министр или, не дай бог, там сам Путин. То есть, он может быть масштабы разные, но сущность одна и та же. То есть, это сущность причастности к власти, и мало кто разделяет региональную собственность, например, и федеральную собственность. И не видит в этом никакого смысла. По поводу того, что никому это ничем не аукнется, ну, этот тезис, во-первых, старательно привносился самим Хабировым и его командой. То есть, когда выяснилось, что случилось вот такое горе, и все забирает федеральный центр. Ну, а что оставалось еще Хабирову, как не сохранять там хорошую мину при плохой игре и заявить, что это никак не повлияет на бюджет республики, вообще на наше состояние. Не повлияет, потому что уходило в регфонд. Ну, вот это одна из причин, почему Путин отказал Хабирову в доверии управлять этим активом. Одна из причин, на мой взгляд, это вообще существование регфонда. Так ведь не Хабиров же его создал, я правильно понимаю? Я понимаю, но он охотно поддержал эту схему распоряжения дивидендами, то есть он же не пришел, когда к власти не искал, что стоп, минуточку, что за регфонд такой, давайте сюда, напрямую в бюджет. Конечно, потому что ему тоже очень удобно была вот эта схема, это тоже вполне себе вольготное распоряжение вот этими вполне существенными деньгами. Ну, согласен, да, с одной стороны, просим денег на празднование юбилея города Уфы, а с другой стороны, тут у нас в регфонде лежат миллиарды неоприходованные. И закон не очень сильно ограничивает порядок распоряжения этими деньгами. Ну, вообще, да. Ну, то есть на деньги Минздрава нельзя купить елку, а на деньги регфонда, пожалуйста. Можно купить, да, какому-нибудь праздник провести. Вот вся эта история, когда неожиданно, ну, просто вот перебили Хабирова, ввели вот собственную игру люди из федерального центра. Более, когда все увидели, что Хабиров на процессы не просто даже не влияет, его даже в известность об этом не ставят. Это глобально повлияло на позиции ради Хабирова внутри Башкортостана? Безусловно, конечно. То есть повлияло именно на таком ментальном уровне. То есть вот какую оценку этим событиям дали люди, которые, условно говоря, удосужились вникнуть в эту историю. Ну, опрос на улице, это, конечно, вещь характерная, но важнее ведь не оценка таксиста, а оценка вот этой абстрактной элиты, которая очень внимательно следит за Хабировым и пытается понять, насколько он взаимодействует с федералами, насколько ему это можно, то нельзя и так далее. И вот в этом случае, конечно, последствия для Хабирова были катастрофические. То есть, по сути, если простым языком, вывод был сделан на том, что Хабиров утратил существенный актив, который приносил существенную прибыль в казну Башкирии так или иначе. Эта оценка была однозначна. Он, конечно, всячески пытался нивелировать вот этими довольно странными разговорами о том, что ничего не изменится. Я думаю, что местная элита должна была сделать выводы, что он, как минимум, утратил прежние отношения Москвы. Да, но вот тот факт, что его не поставили в известность об обстоятельствах, даже если бы они приняли вот это решение и хотя бы с ним обсудили, и он в унисон с ними это все с самого начала поддерживал, это бы несколько успокаивало местные элиты, которые бы говорили, а, ну понятно, он там как бы... А здесь была, да, ситуация была того, что он действительно был таким же неосведомленным, как все остальные мы. И вот и решение суда, и последствия, и течение всей этой логики для него было непонятно. Это его ставят на один уровень там с обычным человеком и тем самым нивелирует его там влияние внутри элиты. А, кстати, вот сами акционеры теперь, что и как? Дадут снова торговать видеокассетами? Ну, начнем с того, что судьба физических лиц, бенефициаров башкирской содовой компании не должна, наверное, вызывать у нас опасения с точки зрения их дальнейшего благосостояния и так далее. Люди действительно получили колоссальные дивиденды за эти годы. Не нам судить, а пускай, как говорится, суд определяет, насколько это было законно, незаконно или преступно. Но, тем не менее, значит, это все прекращено. Я не думаю, что они способны противоречить тому решению, которое было оглашено. Потому что, так или иначе, они понимают первоисточник этого решения. И, ну, было бы, наверное, самоубийственно оспаривать вот это решение там каким-то классическим юридическим путем. Хотя, вот вы как юрист... Правильно говорите. На самом деле, когда Башнев забрали ОФК-системы, ОФК-система даже не подала апелляционную жалобу. То есть, решение арбитражного суда города Москвы вступило в силу, его никто не обжаловал. Это позволило, что какое-то время Евтушенкову, который, напомню, находился под домашним арестом, получить освобождение и даже присутствовать на ежегодной декабрьской встрече президента с крупным бизнесом. Но это также не стало препятствием через два года стать ответчиком перед новым владельцем большей нефти, компанией Роснефть, по иску на больше, чем 100 миллиардов. Это убытки, которые, якобы, ОФК-система нанесла своему дочернему обществу бывшему. Через дивиденды? Нет, там не через дивиденды, там, как раз, через реорганизацию, какие-то другие сделки были. В итоге мы помним, что ОФК-система действительно выплатила новому акционеру 100 миллиардов. И, продолжая эту логику, я не удивлюсь, если через год, через два, бывшие частные акционеры ОФБСК станут ответчиками на крупную сумму денег. Я думаю, что в этой ситуации немножко все иначе. Евтушенков был категорически не согласен с первоначальной постановкой вопроса, за что, собственно, и был обут в этот браслет и отправлен, значит, подумать над своими словами домой. Между прочим, очень мягонько мог бы и в Лефортово съездить на месяц. Я к тому, что его все-таки вразумили, и дальше он пошел уже в той логике, которую ему объяснили, как все будет дальше. А здесь была, наверное, все-таки ситуация помягче, в том смысле, что с самого начала им объяснили, как все будет. И дальше они, ну, в меру... В отличие от Хабирова, они знали все сразу? Нет, я думаю, что ни в коем случае не от Хабирова. В отличие от Хабирова? Да. Им сказали все. Да, в отличие от Хабирова, им объяснили, по крайней мере, их роль в этой ситуации сейчас. То есть, кто они теперь. Вот. И я думаю, что, исходя из этого, если они правильно себя будут вести, то в дальнейшем, наверное, не в интересах. Здесь ни федерального центра, ни кого-то еще, ни, может быть, там, потенциально нового собственника БСК, возобновлять вот эти вот тяжбы. Тут есть один очень важный нюанс. Мы не знаем нынешнее финансовое положение БСК, вот, сиюминутно, на сейчас. Существуют ли там какие-то крупные заимствования? Существуют ли какие-то крупные обязательства? Потому что эта ситуация, она меняется, ну, как бы, достаточно динамично. Есть разделки, которым можно оспаривать. Да, а вдруг есть какая-то ситуация, какая-то сделка, какое-то обязательство, которое, ну, там, непосильно для СОДы, например, ну, его нового собственника. Тогда, да, тогда этот сценарий вполне может быть реализован. Убытки покроют за счет. Позвонят, скажут, ребята, что-то мы тут не поняли. Донесите денег. Да, чуть-чуть вы остались должны. Если нет, я думаю, что, наверное, никого не интересует вот этот возврат этих денег. Тем более доказывать персональную ответственность кого-то физически будет довольно непросто. Там все-таки была довольно сложная схема и предприятий, и офшоров, и башкирская химия, и прочее, прочее. То есть, ну, развязывать все эти узлы, особенно на международном правовом поле, наверное, никому не захочется. Ну что ж, друзья, на этом мы вынуждены закончить нашу беседу, поскольку мы, как-то не жалко, все-таки связаны каким-либо каким-либо таймингом. Андрей Сергеевич, большое спасибо за эту беседу, за массу ценной информации. Очень надеюсь, что нашим зрителям будет интересно это посмотреть, и они нас поддержат просмотрами и лайками. Вы, как создатель и ведущий канала «Открытая политика», понимаете, как нам это важно. Друзья, всего доброго, до свидания. До свидания.